МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги подготовили главную информацию о событиях понедельника, 18 февраля. Смотрите в ближайшие минуты. Триллион на регион. Какие изменения ждут область в ближайшие 7 лет? Уборка снега лучше, чем в СССР. А как обстоят дела с остальным? Консул Швеции оценила работу коммунальной службы города. Если, конечно, метеорит, не упадет. И то, я думаю, что это, кстати. Космические атаки готовы. Какие работы проводят на ТЭЦ-2 для профилактики аварий? Неправильного диагноза поставили на небо, да? Два врача могут иметь два разных мнения. Все операции прошли успешно. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии отчитался за все время своей работы. Конвой там что-то. Рябиновый бус. Рябиновый. Отпетые мошенники в Калининграде. Почему группа хочет сменить название и формат выступлений? Ну а теперь подробнее. Полтора триллиона рублей для счастья калининградцев. Минрегион развития опубликовал государственную программу модернизации нашей области. Официальный документ состоит из трех подпрограмм и занимает около 200 страниц печатного текста. Так, к 2020 году средняя зарплата горожанина, согласно программе, составит около 50 тысяч рублей. А более 22 тысяч калининградцев смогут найти себе работу в сфере автомобилей и машиностроения. Эти отрасли начнут развиваться в первую очередь. Кроме этого, предлагается строительство городка для инженеров, специалистов и их семей. Найти себя можно будет и в совсем иной сфере. БФУ имени Канта создадут факультет декоративно-прикладного искусства. Не оставят без внимания и туристов. В регионе появится Великий янтарный путь. Правда, точно его маршрут станет известен чуть позже. Так же, как и новые месторождения янтаря и технологии его добычи. Отметим, в течение недели калининградские эксперты оценят эту программу, после чего ее внесут на рассмотрение в правительство России. Один из главных пунктов госпрограммы касается развития туризма в Калининградской области. Часть средств будет потрачена на разработку маршрута Великий янтарный путь. Также в ближайшие два года планируется запустить проект Туринфо.нет. Одна из главных его задач – рассказать гостям города, что и где можно посмотреть. Пока же такую информацию можно найти в региональном центре туризма. Информационный голод для туристов в самом западном городе России ощущается уже с первых минут по прибытию на любой из местных вокзалов. Ни карт, ни путеводителей, ни экскурсионного гида гостям здесь не найти. Приходится действовать по старинке. Простите, вы не подскажете, как добраться до ближайшей гостиницы? Подсказать гостям из Европы и нашим соотечественникам смогут в региональном информационном центре туризма. Он находится в здании областного драмтеатра на проспекте Мира 4. И уже как три года сюда стекаются все данные о том, где в Калининграде остановиться, куда сходить и что посмотреть. В ближайший год эта информбаза пополнится. То есть мы будем владеть информацией не только о тех мероприятиях, которые происходят на Калининградской стороне, но информацией о событийных мероприятиях, которые будут проводиться в Литве, которые будут проводиться в Польше. Мы будем стараться сделать общий туристический маршрут. Новый совместный туристический маршрут объединит Польшу, Калининград и Литву. Стоимость тура пока неизвестна, но объехать с пользой побережья отдыхающие смогут за три дня. Экскурсовод со стажем Юрий Малиновский переживает, что гости и даже местные жители знают не все достопримечательности областные. Взять город Балтийск, Балтийскую косу, а я вам сейчас скажу Лосина и Низина, вы даже не скажете где это. Это район Матросова, вот там прекрасный Матросовский канал у нас, там живут лоси, там очень интересные каналы. Изучить местные красоты Калининграда времени хватит 3-4 часа. Ни одна экскурсия не обходится без посещения кафедрального собора, концерт органы музыки и музея янтаря. Это уже наши бренды. Одна из проблем это то, что недостаточно много таких вот центров, которые способны проинформировать. Уже с этого сезона информировать туристов будут более подробно. В городе по области заработают мобильные информационные киоски, а уже со следующего года их заменят терминалами. Обещают установить их и на всех вокзалах. Но прогресс туристический на месте не стоит. У меня были очень интересные туристы, немцы, которые приехали на велосипеде. И нас 40 человек, я во главе на велосипеде, и мы поехали по Калининграду. Калининградцы аплодировали в ладоши. Велосипедных маршрутов в Калининградской области пока нет. Хотя иностранцы предпочитают любоваться местными красотами не из окон автобусов. Для туристов российских проблема найти недорогую гостиницу. Кстати, в региональном центре готовы предоставить и такую информацию. Правда, заявителей пока нет. Мария Пустникова, Юрий Жуков, Дмитрий Казаков, служба новостей город. Дружба городов. В Калининград с рабочим визитом прибыла консул в Швеции. Гости из северной страны обсудили перспективы сотрудничества, участия в чемпионате мира 2018 года, а также переработки мусора. У дипломатов было свободное время, чтобы оценить и работу коммунальных служб города. Уборка снега лучше, чем в Швеции. Правда, консул пробыла в нашем городе всего 4 дня и серьезных снегопадов за это время не было. На встрече дипломатов с председателем горсовета много внимания уделили и вопросам экологии. Александр Пятиков намерен перенять опыт утилизации мусора у небольших шведских городов. Кроме этого, Александр Пятиков отметил, что в чистой экологии заинтересованы не только жители области, но и ее соседи. Ведь водные границы проходят по сравнительно небольшому Балтийскому морю. Дипломаты считают, что подобные вопросы нужно решать даже не на уровне городов, а на уровне местных муниципалитетов. В настоящее время партнерские связи установлены с городами Кальмар, Хальмстад и Мальмё. К атаке из космоса готовы. На ежегодном отчете о проделанной работе на ТЭЦ-2 заверили, что предприятие на сегодняшний день готово даже пережить падение метеорита. А также рассказали, что соперников в лице атомной электростанции они не видят. В 2012 году все огрехи системы были выявлены в полном объеме. На ее ремонт и усовершенствование потратили почти полмиллиарда рублей. Учли ошибки и на ТЭЦ-1. Напомним, осенью прошлого года на ней произошла крупная авария, в результате чего без электричества остались десятки домов и погибла женщина-работник. Одной из причин произошедшего называли кадровый вопрос. За этот год у нас в среднем на работника затраты выросли в два раза, до 37 тысяч рублей на человека, на одного работника. Ну, всевозможные направления, это и приспособление, приобретаем устройство для защиты персонала, спецодежда, провели тестацию рабочих мест. Образованием работников здесь занимаются очень серьезно. Но и попасть после университета на работу на ТЭЦ-2 возможно. Минимальная заработная плата у простого обходчика 18 тысяч рублей. Но с учетом выплат за вредность, ночные часы и премии получается больше 20. 18 февраля в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии обсудили итоги работы первого полугодия. Теперь за помощью не нужно ехать за границу, уверяют врачи кардиоклиники. Все необходимое к Ленинградце могут получить здесь. За полгода практики в центре прооперировали около тысячи пациентов. Среди них есть и те, кому в ведущих клиниках страны дали отказ. И это все несмотря на то, что у сотрудников центра почти вдвое меньше, чем необходимо по штату. По словам главврача, нареканий по работе медиков нет. Летальный исход операции исключен за счет опыта врачей. 99% операций закончились успешно. Но калининградцы в компетенции одного из врачей уже успели усомниться. На одном из форумов города недавно появилось сообщение о том, что у Вячеслава Белов, врач высшей категории, поставил неправильный диагноз, который опровергли литовские врачи. Правда, на этот счет у кардиолога было свое мнение. Неправильного диагноза поставили на небо. Два врача могут иметь два разных мнения. Но это не значит, что это неправильно. Также на пресс-конференции обсудили план на 2013 год. По предварительным подсчетам, кардиоцентр должен принять до 3000 пациентов. На сегодняшний день в клинике трудятся более 30 высококвалифицированных врачей. Многие приезжие. Им, кстати, до конца года обещали выдать квартиры. А заработная плата работников кардиоцентра варьируется от 20 до 80 тысяч рублей. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Темпы работы и подход на этом объекте мне понравился. Кинозал на 200 мест и открытые террасы с видом на Балтику. Появятся ли в Светлогорске обещанный театр эстрады? Сигарета, не игрушка. Школьников старше 10 лет проверят на никотин. Конвой там что-то. Рябиновый бус. Рябиновый бус. Да, да, да. Отпетые мошенники в Калининграде. Почему группа хочет сменить название и формат выступлений? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите служба новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Строить будем больше. В понедельник глава региона подписал документ, который поможет калининградцам решить жилищный вопрос. Трехстороннее соглашение по строительству в нашем регионе доходных домов. То есть это те квартиры, которые можно будет арендовать у государства. К 2020 году их количество возрастет в разы. От 10 тысяч рублей и выше. Среднюю стоимость за аренду квартир в Калининграде эксперты назвать затрудняются. Но прогнозируют, что к 2020 году такого жилья в Калининградской области будет больше. При этом и плата будет стабильной. Гарантией этого является документ, который подписан в понедельник в правительстве области. Это трехстороннее соглашение по строительству доходных домов. За счет него средств из бюджета на их возведение будет потрачено столько же, но квадратных метров в год будет построено в три раза больше. Это, конечно же, аренда будет гораздо меньше. То есть мы рассчитали, я сейчас не буду называть эти цифры, чтобы потом никто меня не привязывал к этой цифре. Но это будет значительно ниже, более доступно будет. Безусловно. Наша задача сделать, чтобы это было доступно. Конкретных цифр губернатор не стал озвучивать, потому что практика – это для Калининграда новая. По опыту других городов экономию должны ощутить сотрудники бюджетной сферы и малоимущие граждане. Плата за аренду квартир в доходных домах будет фиксированной, а участников цены меняются каждый год. Театр эстрады – это реальность. В Светлогорске уже несколько лет пытаются его достроить. По идее, он должен был совмещать в себе музеи Мирового океана, конференц-залы и магазины. Напомним, прошлый подрядчик был отстранен от работ за неоднократные грубые нарушения. На его место назначен новый. Чиновники регионального правительства проверили строительный объект и оценили новую стратегию работы. Работы возобновились в ноябре 2012 года. После долгой заморозки на этой строительной площадке снова застучали перфораторы. У проекта театра эстрады появился новый подрядчик – компания «Баут Лидстрой». Это имя хорошо себя зарекомендовало благодаря строительству физкультурно-здоровительного комплекса «Новой школы в Советске», а также второй очереди торгово-развлекательного комплекса «Европа». Темпы работы и подход на этом объекте мне понравился. Поэтому, видите, как говорится, везде все зависит от руководителя, от той организации, насколько они подходят к тому, к своему объекту. Надеюсь, что вот и та изюминка в городе Светлогорске и в нашем регионе, что театр эстрады будет воплощена. Контракт на достройку театра эстрады оценивается почти в 2 миллиарда рублей. После его открытия в Светлогорске появится зрительный зал на 1600 мест. И теперь следующий вопрос, который остров станет во время открытия – это места для парковки. Счет за сотовый телефон разделят на две части. В российских школах будут выявлять курильщиков, а Калининград охватила ненастная погода. Подробнее об этих и другие не менее интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». За февраль отгуляем в мае. 23 февраля – День защитника Отечества в этом году не переносится с субботы на понедельник. А положенный долгожданный выходной россияне получат в мае. Отметим ближайшие праздничные нерабочие дни – 8, 9, 10 марта. Детский организм проверит на никотин. Минздрав России с этого года вводит обязательный тест на курение для всех школьников старше 10 лет. Также в рамках ежегодного профосмотра дети впервые пройдут УЗИ печени, почек, сердца, щитовидной железы. На все это из бюджета выделят 35 миллиардов рублей. Платить за сотовую связь предлагают по раздельности. Схема проста. Так, на первый счет абонент должен будет перечислять деньги за саму связь, а на второй – за контент-услуги. То есть интернет, голосование, игры и прочие развлечения. Это, по мнению экспертов, уменьшит число случаев со списанием энных сумм денег за якобы оказанные услуги. Минкомсвязь объявляет войну троллям. За нелестные комментарии на сайтах интернет-изданий будут наказывать непосредственно пользователей, которые их оставили. СМИ привлекут к ответственности, только если оно не удалит соответствующий комментарий в течение суток. Поправки в законодательство будут вынесены уже в ближайшее время. Погода испортится. Во вторник, 19 февраля, в Калининградскую область придет скандинавский циклон. Он принесет мокрый снег и слабую метель. Днем температура воздуха будет около нуля, ночью до минус двух градусов. По прогнозам синоптиков, ненастная погода сохранится до 20 февраля. Курсы валют на 19 февраля. Доллар США 30 рублей 12 копеек, евро 40 рублей 20 копеек, литовский литв 11 рублей 64 копейки, польские злоты 9 рублей 58 копеек. Старые песни в новом формате – все те же толпы поклонников, преимущественно женщин и девушек. 16 февраля в Калининграде выступил бойс-бенд из 90-х. Отпетые мошенники зажгли в одном из ночных клубов города. О том, почему трио хочет сменить название, о планах на будущее и о том, какие женщины нравятся единственному неженатому солисту группы, расскажем далее. Всем привет! На всякий случай напомню, что сегодня у нас гостяк группа – отпетые мошенники! Часовое выступление без опозданий и никаких звездных заморочек. Ребята из группы «Отпетые мошенники» совершенно непритязательные в отношении райдера. Попросили лишь номера люкс для солистов, хорошие автомобили для передвижения по городу и 16 рулонов туалетной бумаги. Но это нам нужно для программы. Да, и будете, приедет, если сюда, просто недавно узнал, приедет сюда к воспитал своим, спросите, где они эту фишку свистнули с туалетной бумаги. Они тоже, ну естественно, у кого они еще могли ее подбрить, отцы все придумали давным-давно. Правда, во время выступления этот реквизит все же не применили. Зато отпетые честно ответили на вопросы журналистов. Оказалось, коллектив не прочь сменить название. Конвой там что-нибудь. Да, конвой. Рябиновый бус. Рябиновый, да, да, да. Ну там всякой ерундой мы занимаемся. Как бы сегодня эта группа имени Стаса Михайлова. Да, ансамбль. Ансамбль, да. А все для того, чтобы избавиться от клише попсовой группы. Сегодня отпетые мошенники делают музыку новой формации. Ох, это абсолютно разный мой, это и дабстепы, и прогрессивые тексты, читка как бы, только, может быть, даже где-то, ну не с матом, конечно, но просто затрагивающие такие очень жесткие темы, что, к примеру, вот этой мошеннике это не могут никак выпустить. Если мы принесем это на радио, нам скажут, ребята, вы ку-ку. Вы реально соображаете, что вы делаете? Чтобы такой реакции не дождаться и от поклонников, в этот раз на концерте звучали только старые хиты. Кстати, группа поменяла свой состав. Вместо «Рыжего Гарика» занял Андрей Репников. Но назвать его новеньким у ребят язык не поворачивается. С группой он работает уже 12 лет. Все это время писал музыку и тексты, и в объективы камер не попадал. Толпы фанаток буквально атаковали солистов после концерта в надежде, что им перепадет хоть капля внимания. Сергей Амаралов и Андрей Репников женаты. У последнего даже есть дети. А вот третий солист Вячеслав или Том Хаус до сих пор свободен, но очень консервативен. Только не стервы. Мне нравятся хорошие, общительные, нормальные, настоящие, которые не рисуются. Главное, чтобы они были честными. Про внешние данные не слово, поэтому шанс есть у всех. Кстати, однокрупники Славика предложили даже провести кастинг и женить таки своего друга. Но это позже. А сейчас их мысли заняты другим. Ребята ищут не жену, а солистку в группу. Но информацию об этом можно найти на их официальном сайте. Виолетта Гришина, Дмитрий Казаков, служба новостей Город. На этом все. Если у вас есть интересные новости и вы хотите стать народным корреспондентом Первого Городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес в канал 1собакамел.ру. Я напоминаю, что все новости выпуска вы можете посмотреть на нашем официальном сайте 1городской.ру. Там же есть онлайн-трансляция телеканала. Ну а в студии была Виолетта Гришина. Всего доброго и не болейте! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...